За что? Ваш хэйвит это просто мой пьян. Всем привет! Вы же знаете, что у Миланы скоро концерт. Как скоро? Ну, скоро, через месяц почти. 15 октября в Крокусе у Миланы свой первый сольный концерт. А кто-нибудь задумывался, как давно Милана начала выступать? Ты помнишь вообще это? Нет. Нет. Короче, Милана начала выступать где-то лет шесть назад. И с тех пор, с шести своих лет, она начала заниматься вокалом. С пяти. С шести. С пяти, потому что в пять, в шесть. У меня уже была первая песня. Нет, в шесть у тебя с половиной была первая песня. Спас! Мы сегодня решили пройтись по Миланиным выступлениям, самым старым и самым последним, и прочитать ваши комментарии. Посмотреть на вашу поддержку, ну и не совсем поддержку. Разобрать комментарии хейтеров, насколько они актуальны. Все, я не плакала? Все, я не буду калима. Кто это? Я рада, я спокойно. Это первая Миланина, максимально такое большое выступление. Там был Фомин, там была Федорова, там был Денис Майданов, там было много кого. Денис Майданов, где ездить? Вот, на улице погулять. Давай, дадим уже для выступления. Это было первое июня, чтобы вы понимали, а мы идем в куртках. Это первое июня, день детей. Я все помню, кстати говоря, это я не пересматриваю, это я просто все помню. Это была сцена у больницы. Помнишь такое? Нет. А что я в самом Баку? А ты мне пела свою песню? У тебя не было на тот момент песен. Ааа, и где я? Вот я выхожу. Где-то ты идешь, вот она ты. Ты еще двух детей тащишь за собой такая. Мамочка. Все спокойно стоят, так же Милана. Так, давай почитаем комментарии вообще, они включены или нет. Кстати, будет еще такая проблема. А, это YouTube Kids. Комментариев нет. Сейчас будет концерт, буквально прошедший, типа, год назад. Но это не год назад. Да. Давайте смотреть. Я сейчас смотрю на видео. Это новогодний концерт, как Милана выступала на карусели. Чуть-чуть мотонит на свое выступление. Оценивай, как профессионал, человек, который занимается постоянно, улучшает свои способности, оценивай. Так, подожди, ну, что это означает? Кринж. Кринж. То есть кринж. Да. То есть сейчас мы прочитаем комментарии под видео, которые написаны на кринж, и ты скажешь, ну, как бы, ребята, я согласна. Нет, я не согласна. Не согласна? Я только себя могу сама сюда всерять, а другие нельзя. Ну что, мы посмотрели немножко выступление Миланы. Давайте посмотрим комментарии. Окей, let's go. Миланчик, Милусик, хочу, чтобы ты спела песню с Миланой Хаметовой. Ну, в общем, все может быть. Хотите. Мы тут, как бы, знаете, не решаем. Здесь наши полномочия и все. Дальше. Спасибо, Милана, что радуешь нас своей песней. Пожалуйста. У тебя много песен? Ты многими песнями готова радовать людей? Да. Поэтому приходите на мой сели концерта, там просто будет супер-мега большое шоу. Мы такое готовим, если честно, просто. Я сама иногда в шоке, иногда сама переживаю очень сильно. Не иногда, а я навсегда переживаю, поэтому жду вся. А до концерта осталось так мало времени, поэтому мы с Миланой и вообще все вместе переживаем все сильнее. Скоро спать перестанем. Не надо. Человек пишет. Помню, как смотрела этот концерт по телеку и писала сочинения, а потом услышала любимые песни, бросила писать и стала смотреть концерт 2021. В смысле? Это получается концерт 2021? Like, let's go. Хотела сказать, что это красивое, а ты меня перебила. Like, let's go. Хотела сказать, что это красивое. Я хотела сказать, ностальгия, а ты меня перебила. Короче, да, это был декабрь 2021 года. Давай сначала так. Поставим лайк всем нашим классным комментариям и нашим классным зрителям. Вот. Мы вас любим. Вам сердечки. Спасибо за поддержку. Милана безумно-безумно вам благодарна. На самом деле, хоть она это не умеет красиво сказать. Не понял. Но она точно знает, читает все комментарии ваши, смотрит и радуется, что вы у нее есть. Я настолько что-то тупая, по-твоему. Ну и почему я это тогда говорю, а не ты? Ты мне не даешь сказать. Короче, ребят, я вас очень всех люблю. Поэтому, если мы поставили вам сердечки, то и вы нам должны подосилить. Зачем сердечки. Обмен любви, так сказать. Так, классная, 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 классная. Слушай, ну что-то тут сильно просто много классного. Лежу, жру салат и слушаю Миланину песню. Я была просто счастлива. Люблю таких молодых комментариев. Нифига, все песо-блогеры в одном концерте. Да, так же будет только на моем сольном концерте. Прямо все жду. А что будет на твоем сольном концерте? На моем сольном концерте будет очень много крутых танцев. Будут некоторые люди, которых я пригласила, тоже спеть со мной. Моих друзей и так далее. Поэтому всех жду. Я все пытаюсь найти... Хейт. Хейт. Где ты занимаешься вокалом? Как называется студия вокалов? Я не в студии занимаюсь, ко мне приезжает мой педагог. Я думаю, все ее знаете. Моя любимая? Моя любимая Аня из Ронеток. Ну а мы продолжаем искать злые комментарии хейтеров. Много часов непрерывного поиска спустя. Почему меня там нет? Кстати говоря, чтобы конкретно вы не говорили, почему меня там нет, после того, как будет Милани на шоу, я вам обещаю, это будет супер-классное, мега-крутое, невероятное шоу. Даже рядом не стояла с этой постановкой. Мы там заснимем, заснимем там каждого из вас, ребят. Да, есть огромный шанс попасть во все наши социальные сети. И вот потом не плачьте, что вас там нет. Если вы еще не купили билет, то ныряем под комментарии. Там в описании есть все ссылочки. Берем, покупаем. Осталось совсем мало времени. Итак, следующий наш концерт, точнее Миланин. Мне лично он очень-очень понравился. Короче, Милана в тот день очень круто зажгла, на самом деле. Все, кто сидел, все вскочили, все начали петь, все начали тусить, прыгать. И очень круто было. Так, давайте смотрим комментарии теперь под этим видео. Костюм 10 из 10, прикольный. Спасибо, что подарила детство, Милана. Несмотря на то, что ты еще ребенок, но ты уже кому-то подарила детство. Очень приятно. Так, смотрю вас уже не меньше трех лет, подписан на все ваши каналы. У тебя талант. Милана, сегодня выступление три песни. Чего? Милана, сегодня выступление трех песен. Чего? Милана Филимонова, это не только дар от человека, который может прожить. Главное правило жизни нашей целью должно влиять. Не понял. Ну, очень интересно. Я ничего не поняла. Ты поняла? И теперь я такая хорошая, наверное. Когда Милана читает комментарии. А, ну это я хорошая. Я нашла такие интересные комментарии. Смотри, мне очень понравился комментарий. Я первый, я второй, я Саша. Милана, ты мой яролаш. Это хороший комментарий или плохой? Ты бы, если бы такой отставил комментарий под видео у кого-то, ты бы это, в смысле, фу, ты смешная или, блин, классная, ты такая... Как это? Комфортная? Комфортик? I don't know. Ладно, окей, я нашла комментарий. Кринж! Милана, плачь. Вот, тут даже следующий комментарий все три подряд не очень хорошие. Кринж, что ты делаешь? Фонограмма, я злой яролаш. Скажи, пожалуйста, кринж, ты согласна с тем, что здесь кринж? Я могу себя вызывать кринжом. Милана, Милана, тут вышел целый ролик, где она отвечает на все вопросы максимально честно, так, как она вообще, в принципе, думает, что она думает по поводу хейтеров и так далее. Я думаю, ваш хейт, это просто мой пи-ар. Ваш хейт, это просто мой пи-ар. Привет, Катя. Дальше, что я тут делаю? Видимо, человек потерялся во времени. Фонограмма. Милана, что ты ответишь на вопрос фонограммы? Если это канал какой-то, как мы, что в этом всегда под плюс поют, это нормально, нет в этом ничего позорного, потому что если человек умеет петь, то для него это, типа, окей, в этот раз под фонограмму, а в следующий раз, когда будет просто выступление на публику, тогда без фонограммы. Вот у меня на своем концерте я буду петь без фонограммы. Представляете, Милана будет петь все свои песни вживую. Так что приходите послушать, как Милана поет на самом деле и поддержать ее, потому что на самом деле петь вживую, это сложно. У меня там будут еще танцы, шоу, некоторые движения, которые нужны за помощью моего роста, будут так вот, по-волнам, по-волнам, по-волнам. Но эту песню она петь не будет. Поехали дальше. Милана, ты. Милана, ты ужасный. Миланы ужасные. Там все вместе. Без единого пропуска. Милана ужасная. Милана, ты ужасная. Милана ужасная. Что ты ответишь комментатору, что ты ужасная? Может, поплачем? Ты слишком кринжовая, чтобы мне такое говорить. За что? Ваш хэйвит, это просто мой пьер. А, давай вот эту посмотрим? Народу было очень много. Посмотри, какая ты смешная. Да. Давай, выходим на выступление. Милана. Папа-гавай. 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 Нужно брать чем? Это живой звук. Я... Читаем комменты. Милана, ты самая лучшая. Это очень красивые песни, ты безумительно поешь. Безумительно поешь. Милана, не переживай, у тебя все будет хорошо. Хорошо все будет хорошо. Кстати, вы знаете, что один факт про меня? Я не знаю, многие не знают. Мой альбом первый, который и последний. Называется «Все будет хорошо». Не, он пока просто единственный. И по секрету скажем, что мы готовим выпуск второго альбома. Вот это поворот. Но это секрет. Я об этом не знала. Потому что это секрет. Лучшая молодец – это Рай. Я вас обожаю, Милана. Ты просто чудо. Ты настоящая звезда. Короче, эти комментарии, они прям супер-мега-классные, приятные. Спасибо. Она читает, у нее расцветает улыбка. Я вас предпринимаю. Я читаю, у меня в душе тепло. Поехали дальше. И ставим вот так вот дальше. Потому что комментариев очень много. Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много. И мы хотим задеть не только те, что в начале, в середине, но и те, что в конце. Милана, ты класс. Ты самая красивая. Милана Фельмонова лучше. У меня не работает Wi-Fi. Комментарии как будто вообще не связаны с концертом. Каждый про свое пишет, да? Я отсюда. Меня вот так-то зовут. И вообще. Что ты говоришь? Ты кринжанула? Кринжанула с того, как я пела фан-встречи. Я такая... Да нет, там просто на самом деле у тебя был голос детский. Ну вообще под ноты не попадай. Ну это же... Я все, все свои ошибки учила. Учила. И выучила. На самом деле Милана все время занимается вокалом. И на нашем концерте мы обещаем суперкрасивый, живой звук. Вы увидите, как Милана выросла в вокальных данных, в танцевальных данных. Это будет мега шоу, феерическое. Вместо того, что я танцую вот так вот, я буду танцевать вот так вот. Ребята, всех ждем на моем сольном концерте. Там будет нереальное шоу, нереальные люди, нереальная поддержка. Поэтому всех ждем. Всем пока-пока. А мы с мамой должны любить друг друга. А мы сейчас пойдем готовиться просто к концерту. Да. Хей, привет. Да, да, ты. Я жду именно тебя на своем сольном концерте в Москве. 15 октября. Москва. Крокус. Ферверки эмоций. Классное шоу. Любимые песни. И многое-многое другое. Я надеюсь, ты будешь кричать громче всех. Увидимся. Далетай на мой блог. Поснимаем тикток. Руки все в потолок. Теперь мы на выру.